Это программа День с Толком в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Почти нулевая видимость. В Алтайском крае закрыли два участка дорог. Живые и мертвые на сцене алтайской драмы. Человек на войне глазами современника. В Барнауле началась подготовка к Новому году. Какие площади закрыты для движения? Из-за непогоды и плохой видимости сегодня ограничили движение на трассах от Рубцовска до Змейногорска и от Кури до Староалейского. Ранее синоптики прогнозировали усиление ветра до 20 метров в секунду с порывами до 30 метров в секунду. Спасатели запретили проезд для всех видов транспорта. Продолжим. Алтайский край ставят в пример в плане развития агропромышленного комплекса. Наш регион является одним из первых по производству зерна и чаще всего предлагает инициативы для аграрной сферы. Об этом заявили в Москве на заседании комиссии по сельскому хозяйству Госсовета, возглавляет которую губернатор края Виктор Томенко. На этой встрече участники подвели итоги отрасли за пять лет и обозначили новые вызовы. Дарья Ерошина продолжит. Алтайский край на передовой развития агропромышленного комплекса России. Первый по производству гречихи и льна, один из первых по производству зерна, регион с которого чаще всего поступают инициативы. Опыт нашего края высоко отметили в Москве, где прошло заседание комиссии по сельскому хозяйству госсовета с участием профильных ведомств, ученых, сельхозпроизводителей. Алтайский край это наша кузница. Только по территории пашни они занимают первое место. Алтайский край 6,5 миллионов гектар. По зерновым 5,6 миллионов зерна. И если перечислять какое в рейтинге место по производству культур, то Алтайский край это практически везде первый. Это первое спустя пять лет заседание госсовета по вопросам агропромышленного комплекса под председательством губернатора края Виктора Томенко. Участники подвели итоги этих лет. Одно из важных рост инвестиций в аграрную сферу, что раньше сложно было представить. Санкции подстегнули мощное развитие и этой отрасли тоже, сохранив международное партнерство. Главной конечно задачей является обеспечение продовольственной безопасности нашей страны, поскольку сегодня этот вопрос реально стоит на мировой повестке дня. Россия сегодня один из важнейших игроков на рынке, на мировом рынке продовольствия. И мы должны в первую очередь защитить себя и в дальнейшем постараться максимально выгодно занимать позиции на мировом рынке. Нам необходимо обеспечить устойчивую технологическую модернизацию отрасли и ее цифровизацию. Среди новых задач перед отраслью – развитие животноводства и растениеводства, тесное сотрудничество с наукой и, конечно, улучшение инфраструктуры в селе. Только так можно решить проблему кадрового голода и увеличить шансы сельхозпроизводителей на хороший урожай. Даже в экстремальных условиях, как в этом году на Алтае. Вместе с тем участники подчеркнули, что сейчас в сфере уделяется гораздо больше внимания. Если посмотреть развитие АПК сельского хозяйства, вообще фермерства в 10 лет назад и сейчас, то это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Первая – у фермеров появились грантовые программы для микропредприятий, у нас появились льготные кредиты. Наконец-то прямо начали с нами работать по учебникам экономики. Нам стали давать дешевые деньги, на которые мы осуществляем инвестиции. И все изменилось. И сельское хозяйство полетело. Только за прошлый год мы, фермеры, дали 20 процентов темпов роста. По итогу заседания будет сформирован доклад, который озвучат на заседании Президиума Госсовета с участием президента страны. Он пройдет в начале следующего года. Дарья Ирошина. День с толком. Новые белорусские низкопольные трамваи должны выйти на линию в Барнауле уже до конца месяца. Об этом на пресс-конференции заявил министр транспорта Алтайского края. Также на встрече журналисты задали вопросы касательно планов по всему краю на следующий год. Так какие проекты продолжат воплощать дорожники в 2024 году, расскажет Данил Кузнецов. Традиционные 800 километров дорог отремонтировали в Алтайском крае за текущий год. Итогами сезонных работ с журналистами поделился региональный министр транспорта Антон Воронов. Примерно такое же расстояние планируют сделать и в 2024 году. Традиционные дороги, входящие в региональную опорную сеть Змеиногорск-Рубцовск-Волчика-Михайловская-Кулунда-Бурла. Мы говорить будем еще далее про ремонт Алтай-Кузбасса. Мы будем говорить про дорогу Павловск-Камень на обе границы Новосибирской области в Крутихинском районе. Про ту же самую дорогу Крутихо-Панкрушихо-Хабары-Славгород. Про Олесь-Кчерышское. Про дорогу в Солонешинском районе. Также в долгосрочных планах восстановление туристической дороги Алтайская-Ая для разгрузки Чуйского тракта и создание рядом с Бийском дороги, которая позволит соединить существующий объезд Наукограда и путь на Белокуриху. Будут поддерживать и уже отремонтированные участки, несмотря на прекращение в 2024 году национальной программы безопасной и качественной дороги. То есть цель регионам до 2030 года иметь в нормативном состоянии 50% общей региональной сети и те улицы, части улиц и участки дорог наших агломераций также должны содержаться в состоянии пригодности 85% ближайшую пятилетку. Подняли на встречи вопросы пробок. По заявлениям Антона Воронова, постоянных заторов из-за строительства развязки на Змейногорском тракте в Барнауле в будущем не предвидится. Работы там завершены примерно наполовину. Обновления будут и в сфере общественного транспорта края. Первая партия из 65 автобусов должна прийти к весне следующего года. Новые трамваи белорусского производства должны появиться на линии еще быстрее. Сейчас осуществляется приемка предусмотренных госконтрактом запасных частей и, назовем простым словом, ремкомплектов. Как только мы их до конца принимаем, для чего это включалось в тех задания, для того, чтобы новые трамваи обслуживались и содержались на требуемом для них уровне. По плану в декабре их запустить. Также до конца года в крае появится свыше 40 комплексов фото-видеофиксации нарушений. Это почти четверть от их общего количества в регионе. Находиться они будут в основном на федеральных дорогах. Задание Кузнецова, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле откроют образовательный центр Юрия Башмета, известного российского дирижера и общественного деятеля. Центр планируют создать на базе Краевого музыкального колледжа. Соглашение об этом уже подписали. В его рамках российские и зарубежные педагоги будут проводить в Барнауле мастер-классы для развития таланта молодых одаренных музыкантов. Работа предполагается быть выстроена следующим образом. Это, во-первых, концерт ведущего мастера-исполнителя на площадке филармонии Алтайского края. И три или четыре дня занятия с одаренными детьми на площадке музыкального колледжа. У нас около ста музыкальных школ в Алтайском крае. И в каждой из них занимаются одаренные дети. И, естественно, если ребенок делает успехи, хочет заниматься музыкой профессионально, то мы будем приглашать этих детей для консультации мастер-классов с ведущими музыкантами. Мастер-классы планируют начать в апреле, но график еще не составлен. В среднем это будет 24 мастер-класса в год. Добавим, центры Башмета в городах России открывают уже на протяжении 10 лет. Барнаул стал 15-м региональным центром профессионального мастерства. В краевой столице состоялся показ уникального музыкально-драматического спектакля «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются». Его впервые показали в феврале этого года в Волгограде, в день 80-летия победы советских войск в Сталинградской битве. Артисты Московского театра имени Гоголя совместно с музыкантами оркестра «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета погрузили барнаульского зрителя в атмосферу военного времени. На барнаульской премьере побывала и наша съемочная группа. Барнаульский зритель замер в ожидании спектакля «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» постановка по роману Константина Симонова. Люди готовы к размышлению, можно ли сохранить в себе человека на войне. Чего ждете? Хорошего спектакля, хорошей игры актеров, чтобы получить заряд энергии духовной. Все-таки значимый спектакль и хотелось бы проникнуться атмосферой. В сентябре месяце купили билеты, специально пошли посмотреть. Пощады не будет ни нам от них, ни им от нас. У нас пока тишина. Уже третью неделю не штурмуем, не штурмуем. Спектакль погрузил зрителя во времена Сталинградской битвы. Режиссер постановки, актриса театра и кино, уроженка города-героя Волгограда Полина Агуреева. На площадке коллаборация артистов театра Гоголя и камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Кстати, автором оригинальной музыкальной составляющей спектакля выступил композитор Валерий Воронов. Ему было предложено сочинить музыку для этого спектакла. По-моему, он с этим справился великолепно. В этой музыке Воронова сначала совершенно незаметно каким-то образом появляется элемент из квартета Чайковского Петря Ильича. И он потом немножко развивается и приводит нас с Полиночкой, приводит к нашему любимому произведению. И там появляется музыка Шубарта в самом конце, уже в чистом виде. Раненых всех внесли? Всех? Всех до единого. Я лично проверил. Вы проверьте, не он, а вы. Это очень актуально по простой причине, что мы в такое трагическое, непростое время живем. И нам кажется, что вопросы, которые задаются в прекрасной, великой, замечательной, честной книге Симонов «Живые и мертвые», они очень коррелируются просто с нашим временем. Что такое человек на войне? Как сохранить человеческое на войне? Можно ли это вообще сделать? Какой ценой? И вообще, может ли человек остаться человеком на войне? Для меня лично это очень важно. По словам режиссера, она старалась избежать бравого пафоса и уропатриотизма, умело показав именно образы живых людей того времени, с их сомнениями, страхами и размышлениями во время войны. Я все понимаю, ответственность за происходящее. Я все понимаю, товарищ генерал. Добавим, Барнаул стал одним из трех сибирских городов, куда в эти дни привезли премьеру «Живых и мертвых». Дальше спектакль представят на театральных площадках Новосибирска и Кемерово. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Рано опускать руки. Жители всей страны отправляют в посильную помощь мальчику из Михайловского района. В сентябре 10-летний Тимофей получил серьезную травму головы, упал с велосипеда. Сейчас он прикован к больничной койке. Люди из разных регионов верят, что мальчик все же будет жить полноценной жизнью. Подробнее смотрите в нашем сюжете. Счастливый ребенок, который ходит в школу, гуляет с друзьями. Так 10-летний Тимофей из Михайловского района выглядел еще недавно. 1 сентября этого года, по словам очевидцев, мальчик упал с велосипеда и ударился головой об асфальт. Радость мамина. Судорги мучают моего сладенького. Господи, скажи, да сколько же это будет продолжаться, да? Теперь Тимофей прикован к больничной койке. В местной больнице Тимофею поставили диагноз – сотрясение мозга. Однако в этот момент у него уже была огромная гематома, которая давила на мозг и забирала самое важное – время. Мальчик впал в кому и провел в ней 20 дней. Последние три месяца вместе с мамой Тимофей лежит в Барнаульской больнице в тяжелом состоянии. И почти постоянно в медикаментозном сне. Так ребенок не мучается от боли. От того, что у него постоянные судороги и спастика на руках, у него начинают деформироваться ручки и ножки. Я очень боюсь за ноги. Если начнут деформироваться ноги, то в будущем он просто не сможет ходить. Он может остаться инвалидом на всю жизнь. А я все равно надеюсь на то, что мне удастся его поставить на ноги. Сегодня мама Тимофея делает все, чтобы отправить ребенка на лечение в федеральный центр. А после необходима реабилитация, на которую может уйти несколько миллионов рублей. Как показывает практика, наверное, и также советы мамочек, которые прошли точно такой же путь, как и я, что реабилитация потребуется не одна и не две, что это может требоваться на протяжении нескольких первых лет после травмы. В этом году у Тимофея умер папа. Мама одна воспитывает троих детей. Собрать огромную сумму самостоятельно нереально. Семья очень рассчитывает на поддержку неравнодушных людей. Чем быстрее, тем лучше. Только так сейчас можно не только спасти жизнь Тимофеи, но и сделать ее более счастливой, чем сейчас. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Крылая столица началась в подготовках к Новому году. На площади Сахарова приступили к установке главной елки и строительству городка. Поэтому с сегодняшнего дня проспект Социалистический от улицы Мерзликина до Молодежной закрыт для движения транспорта. Автомобилистов просят учесть обстоятельства и заранее выбирать маршруты объезда. Движение на площади откроют только 15 января 2024 года, когда будет демонтирован городок. Кстати, как он будет выглядеть в этом году пока непонятно. В мэрии рассматривают вариант установки аттракционов, ярмарочных павильонов и фотозон. На такой шаг пойдут, если льда для строительства городка будет недостаточно. Добавим, что еще одно ограничение движения в Барнауле произошло на площади перед зданием на Германа Титова 9. Там будет снежный городок Октябрьского района. Движение откроют 21 января. Продолжим. Письма Деду Морозу пишут не только дети, но и взрослые. В Алтайском крае прошла необычная акция. Пожелания главному зимнему волшебнику писали пассажиры пригородных поездов. Дарья Ерошина узнала, о чем просят Деда Мороза. Ежегодно отмечается Международный день написания писем Деду Морозу. Необычное объявление от проводника, но сегодня особенно актуальное. В пригородных поездах Алтайского края раздают ручки и открытки с Дедушкой Морозом, чтобы написать письмо зимнему волшебнику. Чего может пожелать каждый человек? Квартиру, машину, деньги, путешествия и где-нибудь и остаться там. А вы сами верите в новогоднее чудо? Я верю в свои силы. Стоит поработать и будет и новогоднее чудо. Такую акцию на железной дороге проводят впервые, поэтому реакция пассажиров понятна. Раннее утро, кто-то еще не проснулся, кто-то не успел включить радость, а кто-то рассчитывает на свои силы, а не волшебника. Желательно писать поздравления на открытках? Успешно. Тем не менее, новогодняя атмосфера с началом декабря начинает окутывать каждого, и ребенка, и взрослого. В Великий Устью к поезда не ходят, но письма туда доставят. Проводники передадут их в Алтайскую резиденцию Деда Мороза. Все пожелания, написанные на открытых, будут возвращаться с торицей нашим пассажирам. Я думаю, всех ждет в будущем году крепкое здоровье, добро и благополучие. Поэтому все желания непременно сбудутся. Пожелала настроения хорошего, много сюрпризов, веселья, смеха детского, запаха мандаринов, подарков, благополучия всем в новом году, новогодних чудес. Просили пассажиры не только за себя и свою семью, но и за весь мир. До Нового года остается 26 дней. Этого времени достаточно, чтобы донести до Деда Мороза свои желания. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком. Валипольный университет оказался в числе единоличного лидера после первого круга чемпионата. С 10 победами и всего с двумя поражениями барнаульцы занимают первую строчку в таблице. Ближайший соперник – локомотив изумруд из Екатеринбурга. С этой командой и встретились студенты в домашних стенах минувшего тура. Об этом противостоянии, промежуточных итогах сезона и собственном анализе тактики студентов расскажет Данил Кузнецов. Обоюдные атаки барнаульской команды «Университет» и Екатеринбургского клуба «Локомотив изумруд» настолько жесткие, что хоть стой, хоть падай. Два сильнейших соперника в восточной сетке высшей лиги А сошлись в этом сезоне уже в четвертый раз. Два матча сыграли в Кубке страны и два в регулярном чемпионате. В первой игре «Фортуна» улыбнулась студентам, а не в желтом – 3-1. Как вам вчерашняя игра? Ой, я поэтому говорю спасибо университету за красивую победу. Я не мог не долго, получил адреналина столько, что все на эмоциях. Игра-то на самом деле хорошая была. Вторая игра начиналась по привычному сценарию. Гости убегают, хозяева догоняют. Развязка наступила в пятой решающей партии. «Локомотив изумруд» оказался не по зубам лидером чемпионата. Два-три. «Были моменты, когда мы не могли сняться по несколько мячей подряд. На этом вставали. Особенно во второй и четвертой партии. Хорошо, что мы начали пятую партию с плюса сразу. Пошла подача. Сыграли блоком. Сделали задел и это дало чуть-чуть спокойствия». Не исключено, что сказались и изменения в составе. Доигровщик Всеволод Балашов в конце субботней игры получил травму голеностопа. На разминке в воскресенье уже стало понятно, что лучший выход – заменить его на Георгия Андреева. Однако тренер считает, что проблема была не в этом. «У нас в общем не полетела подача сегодня. Самое главное, мы не могли сопернику навязать игру свою. И соперник, естественно, вольготно себя чувствовал. Они, кстати, сегодня очень хорошо подавали. Они фактически без ошибок, если вы заметили. Вообще не ошибались». Однако результаты первого круга впечатляют. 10 побед за 12 игр и первое место в сетке. Тренер отметил организованность команды. Правда, объяснить тактику, которой они придерживались, спортсменам не удалось. «Ты задаешь такие вопросы. Ну, аналитические. Я здесь буду объяснять, какие эти... Давай подсчетчик». Второй круг для университета начнется вновь с домашней серии. На этот раз в гости приедет еще один представитель Урала – Челябинская «Динамо». На паркете команды сойдутся 9 и 10 декабря. Если студенты и дальше продолжат победное шествие, это будет самый удачный сезон команды за последние годы. Задим Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Продолжение следует...